Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Мне доставляет искнюю радость в онлайн-пресс-центре ТАСС приветствовать вас сегодня, 12 июня, в знаменательный для нашего Отечества день, День России. Я очень благодарен всем участникам нашей конференции, что именно в праздничный день они нашли возможность оторваться от праздничных мероприятий, хотя по понятным причинам локальным, но во всяком случае оторваться от своих семей и принять участие в нашей конференции. Мы назвали ее сегодня «Россия и мир», и нам кажется знаменательным, что именно в этот день мы эту сейчас с вами вместе конференцию проведем. И я хотел бы прежде всего представить участникам нашей сегодняшней встречи. Я хочу всех поприветствовать, и потом мы всех пригласили к микрофону, и так в нашей конференции участвуют. Леон Антонович Бакерия, президент Национального центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Михаил Антонович Ковальчук, президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Александр Санч Дынкин, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Михаил Борисович Петровский, генеральный директор государственного эрмитажа. Анатолий Васильевич Таркунов, президент, ректор Московского государственного института международных отношений. Уважаемые друзья, дорогие коллеги, еще раз я всех приветствую. И я бы хотел предложить всем такой порядок нашей конференции. Вот, наверное, в том порядке, как я вам сейчас сказал, я попрошу каждого из наших участников выступить с сообщением на 3, 5, 7 минут, но, во всяком случае, не более часа каждому. А затем у нас есть несколько вопросов от журналистов, адресованные каждому из вас. Ну, хотя бы по одному вопросу, по кругу, мы попросим на вопросы ответить. Если вы не возражаете, то, дорогой Леонид Антонович, вы знаете, прежде чем прислать вам слово, я хотел бы сказать, что, знаете, вот есть такое русское выражение, «не было бы счастья да несчастье помогло». Действительно, пандемия – это такое глобальное несчастье, но вот благодаря ей великое слово «врач» зазвучало особенно гордо, особенно почтительно, его произносит сегодня, и с безграничным уважением, и с безграничной любовью. Вы, без всякого сомнения, выдающийся врач, выдающийся хирург, и, может быть, пандемия не является, точнее, коронавирусной эффекцией, не является вашей прямой медицинской специальностью, но я знаю, что вы гуще этих событий. Вы сегодня каждый день, вот, как я выяснил только, пожалуй, сегодня, не выходите из операционной, даже когда я вам позвонил с просьбой выступить на конференции, я как раз попал между двумя сложнейшими операциями. Олег Антонович, что сегодня происходит в медицинском мире России? Насколько, на ваш взгляд, российская медицина уверенно и достойно встретила эту пандемическую атаку? Какие ваши прогнозы на будущее? Вот мой вопрос вам, и я думаю, что сейчас вас слушают миллионы наших людей. Пожалуйста. Большое спасибо за приглашение. Для меня это, я очень искренне говорю, высокая честь, высказаться в таком авторитетном кругу людей. Действительно, знаете, у меня в последние годы было такое ощущение, что как-то все-таки нашу медицину, так же, как и образование, притаптывают. Понимаете, кому было не лень, все, так скажем, и ехали за границу лечиться. И, ну, во всяком случае, ни одно доброго слова, я не помню, что было сказано в целом о нашем здравоохранении. Хотя вот эти события, которые сейчас происходят, они показывают, что именно это наше здравоохранение выдержало все испытания, так же, как и предыдущие во время Великой Отечественной войны, успехи. Мы вернули в строй 17 миллионов раненых солдат во время войны. Вот. Значит, продолжительность жизни медбрата на передовой составляла 11 секунд. И у нас было в общественной палате запланирована как раз роль медицины Великой Отечественной войны. И к нам с приветствием обратился Сергей Кужугетович и так далее. Но вот события не позволяют сейчас это провести. Если вернуться к сегодняшнему дню, то я бы хотел сказать, что вот этот опыт, который начал создаваться в начале 20-х годов прошлого века, когда была выпущена огромная армия врачей ускоренным темпом, которые поехали по стране и привезли всего-навсего гигиену и санитарию, она позволила от очень многих зараз предотвратить очень многие заразы, чума, холера, все, что хотите. Благодаря вот такой насыщенности медицинскими кадрами очень многое удалось. Можно говорить о нашем медицинском центре конкретно. У нас две территории. Одна та, которая была построена при Александре Николаевиче Бакуле, она находится на Ленинском проспекте. А вторая территория – это мощный комплекс имени Бураковского на Рублевском шоссе. Так вот, под эту пандемию у нас комплекс, который был построен во времена Александра Николаевича Бакулева, был взят в октябре. Там 125 коек. Там работают наши сотрудники. Несколько человек заразились. Один наш очень большой медно-хирург умер несколько дней назад и так далее. В общем, все те жестокости, которые принесла эта ситуация, она, безусловно, отразилась на нашем центре. Потому что там такая ситуация. Ты стоишь, оперируешь. Анестезиолог там, скажем, в этот день в трех операционных стоит. И ежели у него вдруг выявляются, скажем, элементы там или проявление ковида, то вся бригада должна быть изолирована. И в этом смысле у нас сегодня очень многие хирурги, даже которые хорошо себя чувствуют, они вынуждены находиться дома в соответствии с этими самыми. Я должен сказать, что вначале было, конечно, как-то очень тревожно, но потом, когда вот по мере того, как проходило время, стало понятно, что были приняты очень серьезные меры. Чего бы кто бы ни говорил, говорю я как врач с очень многолетним опытом. Вот. И именно благодаря этому вот сегодня я ездил на Манежную площадь с утра поздравлять. люди уже гуляют, там, во всяком случае, уже наступает время, когда можно будет вернуться к нормальной, наверное, жизни. Хотя я должен сказать, что вот эта пандемия, она очень круто изменила наши представления о возможностях, которые есть у человека при непредвиденных обстоятельствах. И сегодня мы должны предпринять все усилия для того, чтобы страна была готова, ежели это произойдет, а ежели это не произойдет, пусть это будет, чтобы страна была готова к таким необычным ситуациям. И для этого в стране есть гигантский научный потенциал. Для этого в стране есть гигантский клинический опыт. Для этого есть сумасшедший опыт нашей предыдущей истории, когда там каждое десятилетие происходили пандемии на территории России. И самое главное, что мы худо-бедно пережили эту пандемию и должны это учесть. И поэтому это должно стать, я думаю, всеобучием для нашего населения, чтобы такого больше не повторилось. Спасибо большое. Леонид Антонович, огромное-огромное вам спасибо. Вам много вопросов, наших журналистов, но мы оставим их на конец. Я хочу вас особо поблагодарить за вашу историческую память. Вот вы назвали две цифры, которые, в общем-то, одну я знал, а вторую я, к своему стыду, не знал. 17 миллионов вернувшихся в строй красноармейцев, солдат и офицеров Советской армии благодаря героическому подвигу советской медицины военной. Вы знаете, я позволю себе сказать, что мой отец спокойно был начальником фронтового госпиталя, поэтому, может быть, я с особым сердцем воспринял ваши слова. А вот вторая цифра, когда вы сказали, что продолжительность жизни медбрата на передовой была 11 секунд, она страшная, она чудовищная. И вот вы знаете, вот, наверное, нет даже сегодня, может быть, в нашем отечестве, к сожалению, достойного памятника медикам, медикам войны, потому что это великий подвиг, великий подвиг, который всеми признаваем, всеми почитаем, но, может быть, в полной мере даже недостаточно оценен. Еще раз спасибо большое, Леонид Антонович, за ваше выступление. Я хочу предложить микрофону Михаила Валентиновича Ковальчука, президента Национального исследовательского центра Курчатский институт. Вы знаете, Михаил Валентинович, вот в советское время существовало такое расхожее понятие, говорили флагман отеческой науки. Вот сегодняшний Курчатовский центр, безусловно, является флагманом отеческой науки, это всеми признается. Именно в этом центре в советские времена ковалась с научной точки зрения оборонная мощь страны. Я вот помню, когда-то я побывал в вашем центре и увидел на стене, на мемориальной доске, имена ученых. Некоторые из них до сих пор, их имена недостаточно известны или практически неизвестны, хотя это трижды, дважды герои социалистического труда, снесшие свой бесценный вклад в развитие отеческой науки, в том числе и укрепление оборонной мощи страны. Это уж воистину, как в том знаменитом стихотворении Роберта Рождественского, «Люди, чьих фамилии я не знаю». Так вот, это действительно люди, которые безгранично уважаемы в нашей стране и очень хочется, чтобы их лучше знали. Их вклад сегодня Курчатовский центр действительно на передовой нашей, мировой науки. Кроме того, вот буквально в последние недели в этот центр ввелись новые институты, в частные сутки занимаются развитием генетики, и по этому поводу был специальный указ президента. Вот обо всем этом, о вкладе Курчатского центра, о его сегодняшнем дне и о новых направлениях научной мысли в вашем центре я бы хотел вас попросить, Михаил Алексеевич, рассказать. Спасибо большое. Я благодарю вас за возможность, как сказал Леонид Антонович, принять участие в такой высокоуровневой встрече. И хочу поблагодарить вас, приветствовать всех нас вместе и поздравить праздник. Вы знаете, я вот в фондан с тем, что вы сказали, хотел бы обратить внимание на то, что мы сохранились сегодня как суверенное государство только потому, что в тяжелейшие годы войны наша власть и часть, я хочу подчеркнуть, научного сообщества нашли в себе силы начать развивать совершенно непонятную вещь, то, что называлось атомным проектом, который потом дополнился космическим. Только благодаря наличию ядерного оружия и средств его доставки в виде атомных подводных лодок и ракет мы сохранились как суверенное государство. И в этой связи, с моей точки зрения, исключительно важно внесенные президентом поправки к конституции, которые должны закрепить в основном законе нашу суверенность, наш суверенитет, суверенность нашего государства, его земли, людей и всего остального. Вот это первая очень важная вещь. Вот мы находимся между Днем Победы и парадом, который был перенесен в силу известных обстоятельств. Я должен сказать, что вот сегодняшняя наша мощь, она связана с тем, что у нас есть, и, так сказать, еще раз подчеркнув суверенность, с тем, что у нас есть ядерная зонтик. Но я хочу сказать, что надо понимать, что этот зонтик с каждым днем становится все более и более, так сказать, ну, менее значимым. Конечно, это еще продлится долгое время, но сегодня, и мы должны смотреть перспективу, об этом я сейчас скажу. Я хотел бы сказать кратко следующее. Во-первых, Курчатский институт, который назывался Институтом атомной энергии долгие годы, на самом деле с самого начала своего основания в 43-м году всегда был междисциплинарным, крупным мировым междисциплинарным центром, в котором было все. Мне всегда, когда я даю интервью или что-то рассказываю, проще сказать, чего мы не делаем, чем перечислить то, что у нас есть. Я хочу просто сказать, что вот делалась только бомба, и ни о чем не было больше разговора. Но когда сделали бомбу, наши отцы-основатели были мудрыми людьми, и они продолжили это движение и оплодотворили, как бы, цивилизацию. Фактически, атомный проект создал то, в чем сегодня мы живем. Я хочу просто вам кратко напомнить. Первое. Атомная энергетика. Затем термоядерная энергетика. Следующий шаг за атомный. Токамак, который был изобретен в Курчатском институте. Да, тем. Атомный подводный флот. Атомный ледокольный флот. Мы сегодня единственная страна в мире, которая имеет атомные ледоколы. Это гарантирует наше, так сказать, внеконкурентное существование в высоких широтах. Ядерная медицина. Современные материалы. Радиофармпрепараты, используемые в медицине сегодня для диагностики, для лечения. И более прозаическая вещь интернет, с помощью которой мы говорим, хочу обратить ваше внимание, что интернет в стране был создан Курчатовским институтом. Первая компания Рилком была создана у нас 16 лет назад. И то, что мы с вами этим пользуемся, в этом тоже заслуг Курчатовского института. Но что является крайне важным, я могу продолжить это перечисление, так сказать, значительно дальше. Но скажу вам следующее. Что в 40-х годах в Курчатовском институте начались биологические исследования. Они были направлены сначала на то, как влияет радиация, последствия использования ядерного оружия и затопов на живое. И у нас уже был некий виварий, в частности на полигоне в Семипалатинске, и здесь в институте. В общем, это был целый кусок. В результате, после печально известной сессии в Асхнил, где была уничтожена генетика, под крышей Курчатовского института, за нашим забором, была собрана плеяда выдающихся генетиков во главе с Сосом Алихановым. И у нас тогда была одна из лучших в мире генетических лабораторий, радиобиологических лабораторий, единственная в стране и одна из лучших в мире. И это создало предпосылки для того, что, когда стала развиваться биотехнология как промышленность, был выделен генетический отдел Курчатовского института в 1958 году, и на его основе был создан крупнейший мировой генетический центр «Госнигенетика», обладающий одной из крупнейших коллекций промышленных биокроорганизмов, и мы имели тогда самую крупную биотехнологическую промышленность в мире, до распада Советского Союза. И затем из другой части нашего биологического отдела был создан Институт молекулярной генетики Академии. Это до сих пор находящийся на территории Курчатовского института, который Александров, который был директором института и президентом Академии, просто взял некое подразделение, назвал его Академическим институтом в силу определенных условий. Значит, сегодня Курчатовский институт, это 9 институтов, это почти 17 тысяч научных сотрудников. И это 7 институтов, хочу подчеркнуть, 9 институтов совершенно разноправных. Помимо 4 крупнейших мировых ядерных физических центров, таких как сам Курчатовский институт, Институт физики высоких энергий в Протвино, Институт теоретической и экспериментальной физики в Москве и Петербургский институт ядерной физики в Гатчине, к нему добавились сначала химический институт, старейший наш химический институт, институт чистых веществ ИРИА в Москве, крупнейший мировой центр материаловедения, создавший весь флот, арктические материалы и так далее. Это ЦНИИ Прометей в Санкт-Петербурге. И на последнем этапе были переданы в Курчатовский институт по решению президента Госни и генетики. Теперь вот совсем недавно Зеленоградский центр в микроэлектронике, где есть синхротрон, и Институт молекулярной генетики. Таким образом, мы сегодня обладаем уникальным, я думаю, одним из самых лучших потенциалов исследовательской инфраструктуры и кадров. Но теперь я хотел бы очень кратко сказать следующее. Это все и традиции, и сегодняшний день позволило нам, активно сохраняя все наше присутствие усилия в ядерной области, в атомной науке, в оборонной, заняться тем, что сегодня стало актуальным. Это биологией в широком смысле слова и генетикой. У нас сегодня есть лаборатория стволовых клеток, иммунологии, молекулярной биологии и так далее. Так вот и генетики. Значит, например, первый геном в России и седьмой в мире был расшифрован у нас. Мы с академиком Скрябином покойным организовали лабораторию в Курчатском институте, я это сделал, и мы расшифровали первый геном, тем самым привнеся культуру расшифровки геномов в страну. И сегодня это стало уже естественным. Вот теперь меганаука – это то, что обеспечивает вам исследование на глубочайшем атомном уровне. Это крупные исследовательские установки. Первая мегаустановка в России – это реактор F1, на котором Курчатов продемонстрировал возможность в 1946 году существования ядерной цепной реакции. Таким образом, сегодня мы имеем помимо ядерного комплекса мощную базу инфраструктурную мега-сайенс и биомедицинскую, генетическую в первую очередь. И теперь это послужило тому, что сегодня президентом объявлены две мощнейшие программы. Два указа президента. Одна – это развитие генетических технологий, и вторая – это создание новейших установок мега-сайенс и развитие синхронно-нетронных исследований. Это в указах президента Курчатский назван головной организацией, ответственной в стране за развитие этих направлений. И заканчиваю, хочу сказать, это позволено нам сформулировать принципиально новый подход, стратегию развития природоподобных технологий в стране. Вот, собственно говоря, и все. И параллельно последняя фраза заключается в том, я не буду вам подробно рассказывать, но в последние годы, если Курчатский был закрытым институтом раньше, то в последние годы мы стали крупнейшим международным центром, потому что мы участвуем от имени Российской Федерации в крупнейших международных проектах в Европе. Это лазерно-свободных электронов в Гамбурге, ЦЕРН, это синхротрон в Гренобле и так далее. Россия – неотъемлемая часть сегодня мирового ландшафта в этой области. Так что мы готовы к ответам на любые большие вызовы, так же, как и наша медицина. Спасибо большое, Михаил Валентинович. Ну, знаете, я с этой минуты за отечественную научную мысль спокоен. Я человек далекий от точных наук, но после вашего рассказа как-то с большим воодушевлением смотришь на место нашей страны, нашего отечества в мировой науке и в ее развитии. Следующим я хочу пригласить к микрофону Александра Санча Дымкина, президента Национального института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр Санч, ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вот несмотря на эти суровые пандемические будни, вы продолжаете Примаковские чтения, уже состоялось несколько вот в таком же режиме Зума Примаковские чтения, которые собрало очень широкую аудиторию выдающихся ученых, политологов, специалистов. Крайне интересно, потому что мир меняется, и вот на ваших чтениях как раз об этом идет речь, и то, что сегодня ваш институт вместе с коллегами пытается осмыслить эти процессы, происходящие в мире, понять тот мир, к которому мы идем, конечно, это крайне важно. Ваш институт, вот есть такое, ну, в русском политическом словаре, оно не часто употребляется, слово, понятие think tank, но это действительно, это такой мозговой центр российский, и отрадно осознавать и понимать, что ваш институт является одним из ведущих фингтанком по международным отношениям, по мировой политике в мире, и этот авторитет вашего института, заложенный еще Евгением Максимовичем Примаковым в свое время, этот его авторитет, его репутация очень носит, очень высокая, и действительно к нему прислушиваются во всем мире. Я прошу вас, Александр Александрович, взять слово. Михаил Соломонович, спасибо за ваши добрые слова. Я всех сердечно поздравляю с праздником. Приятно видеть хотя бы так знакомые лица. Я бы хотел немного поговорить о нашем празднике. Еще совсем недавно его название было на одно слово длиннее. Он назывался «День независимости России». В 98-м году по предложению Бориса Николаевича Ельцина это слово убрали. Я не знаю, какие были мотивы. Может быть, потому что многие удивлялись. Независимость, мол, от кого? Я бы сказал так. Просто независимость. Независимость в принципе. Я считаю, что это важная часть нашей идентичности. Это часть нашего самоощущения в мире. Если хотите, это даже часть российского генетического кода. Действительно, Россия сохраняет независимость. 21 февраля 1913 года с начала царствования династии Рома. И вот уже 407 лет при всей драматичной, временами трагической истории Россия остается независимой. В Европе только еще одна крупная страна может похвастаться такой многовековой и непрерывной, подчеркиваю, непрерывной, независимой. Это Великобритания. Конечно, если считать Соединенное Королевство, отчасти Европу. Теперь о том, что мы видим, что нас ждет в этом посткризисном, посткоронном мире. Ну, очевидно, что такая ключевая здесь тенденция – это формирование новых биполярностей, это деградация отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Пять лет тому назад в своем глобальном прогнозе, который мы делаем в институте, мы предположили, что вот эта биполярность – один из возможных сценариев. Сегодня, я полагаю, что вот такое биполярное расстройство мировой системы становится очевидным. В чем причина? Еще в 1917 году, после 19-го съезда Коммунистической партии Китая, Китай сильно изменил и риторику, и политику. Все чаще стали звучать претензии не только на экономическое, но и на технологическое лидерство. В США примерно в это же время симметрично 45-й президент усилил акцент на величие Америки. За этим последовал очевидный протекционизм, последовательное разрушение, скажем, пяти основополагающих договоров о стратегической стабильности, массе соглашений и международных организаций по торговле, по климату, по гуманитарным вопросам. И здесь у меня возникает своего рода такой когнитивный диссонанс. Американцы говорят о том, что мир должен быть основан на правилах, но от другой рукой эти правила разрушаются. Поэтому мне представляется, что мы являемся свидетелями такой попытки вернуть полицентричный мир обратно к однополярному состоянию. Я вижу в этом некий геостратегический дарвинизм. Я думаю, что естественным следствием вот этого конфликта будет вот так и полярность, о которой я говорил. В чем причины, в чем содержание этой жесткой конкуренции? С моей точки зрения Китаю не хватило терпения и пятидесяти лет. И быстро осознав это, Пекин сегодня пытается договориться и уступить, скажем, соглашение о снижении торговых ограничений, которые начали действовать с 14 февраля, включая 198 пунктов. Из них 105 обязательств начинаются с формулировкой «Китай-долг». 88 стороны должны, и только 5 начинаются с формулировкой «США-долг». То есть получается, если говорить языком спортивных пунктов, такой счет 21-1 в пользу «Белого дома». В результате китайский экспорт в США сократился на 26 процентов, импорт снизился на 5 процентов, то есть налицо такое выправление торгового баланса между двумя странами. Но в ответ уже 20 мая «Белый дом» опубликовал свой стратегический подход к Китаю, где на 61 странице формулируется политика сдержек. И вот в этом такая очевидная структура Китай пытается найти компромиссы. В США они ищут компромиссы, они хотят остановить, затормозить рост этой страны, а не договариваться. Я думаю, что вот эта асимметрия, с которой мы войнем в пост-ковидный мир, она достаточно опасна. Какие глобальные последствия? Ну, очевидно, что к престижу Китая нанесен определенный удар, причем в таких разных странах, как Нигерия, Бразилия, Казахстан, конечно, в Европе. Многие страны начали закрывать центры Конфуция. Китайский проект «Один пояс, один путь», в который Россия не входит, все чаще подвергается Китайский. Конечно, европейцы побаиваются китайской мощи, но очень это деньги, и это как бы создает вот ту реальность, в которой мы живем. Я считаю, что и Вашингтон тоже несет очень тяжелые имиджевые потери. Количество погибших от эпидемии уже в два раза превысило число потерь во Вьетнамской войне. Мы видим расколотное общество. Мы видим фактически холодную войну в элите. Мы видим дисфункцию координации между федеральными властями, штатами и муниципалитетами. Ну и, наконец, на поверхность вырвалось негодование черного населения, потому что черные составляют примерно 13% в структуре населения, а количество смертельных случаев среди них составляет 52%. И, конечно, демократы с большим энтузиазмом подхватили вот эти процессы, протесты, они стремятся на волне протестов рвануть к финишу президентских выборов. Я могу вам сказать, что, на мой взгляд, сегодня в Соединенных Штатах действует такая диктатура политкорректности. Я буду говорить только о том, о чем я знаю. Я недавно по Зуму был на одном совещании в Академии наук. Оно началось с заклинания об отпоре расизма. А, скажем, стандартный обзор инвестбанков, они в первых строках заверяют о своей привязанной террасовом равноправии. И пока, на мой взгляд, даже на интеллектуальном уровне не видно каких-то ответов на тему о том, как США могут выходить из этого периода. Поэтому мне представляется, что в обе страны выйдут из кризиса с большими потерями, особенно в мягкой силе. Я думаю, что на какой-то промежутке времени можно ожидать такой мир без полюсов. Если говорить про Россию, то мы сохраняем стратегический паритет с Соединенными Штатами и лидерство в большинстве оборонных технологий по отношению к Китаю. Поэтому та биполярность, с которой мы столкнемся, она будет асимметричной, она не будет столь однозначной, как в прошлом веке. Я считаю, что в отношениях России и Китая существует солидный запас политической прочности. Я бы описал сегодня эти отношения формулы «никогда против друг друга, не всегда вместе». И вот, сохраняя тесные отношения с Китаем, перед Россией, я считаю, открывается новая роль, роль ведущей, планирующей державы. Если хотите, такая модель с изменяющейся геометрией партнерств, которая была опробована и в Сирии, и в Лидии. И я думаю, что вот эту стратегическую культуру можно транслировать на глобальный уровень, причем дифференцировать по проблематике. Скажем, по вопросам стратегической стабильности, кроме как Соединенными Штатами, похоже, сегодня говорить не с кем. В вопросах же экономики, технологии, культуры, здравоохранения, конечно, нужно говорить с Европейским Союзом, с его странами, прежде всего с Германией, Италией, Францией. Конечно, в ЕС есть прифронтовые государства, которым нравится их антироссийский статус. Это такой пояс от Бухареста до Таллина. За это они получают финансовые, политические, военные инвестиции. И, на мой взгляд, лишить вот этих людей можно, найдя компромиссы по Донбассу. Без украинского кризиса, с моей точки зрения, эти европейские тинейджеры окажутся в лапу. Вот, простите, та украинская война памяти, которую они затеяли для укрепления своей слабой идентичности, встретила однозначную реакцию немецкого МИДа. Министр иностранных дел Хайко Масс опубликовал статью, где прямо заявил, что ответственность за Вторую мировую войну бежит целиком на Германию. Завершая, я хочу сказать, что мы можем укреплять отношения с Индией, мы вчера об этом подробно говорили. В общем, я считаю, что вот многовекторный подход, он способен удержать полицентричный мир от сползания к жесткой биполярности. И в целом, вот эти отношения США-Китая – это не наша война. Я полагаю, что биполярное расстройство, оно невыгодно России, потому что в своем пределе может содержать некоторые вызовы для нашей независимости. Спасибо, Александр Александрович, большое за Вашу такую всеобъемлющий анализ, глубокий, как всегда, интересный. Не могу сказать, что он был очень оптимистичным, но, во всяком случае, реалистичным. И, кажется, на том спасибо. Мир такой, в каком мы в нем живем. И прогнозы Ваши, как показывает практика, прогнозы Вашего института, многолетняя практика доказывает, как правило, сбываемся. И Ваши личные прогнозы в этой связи. Будем надеяться, что и Ваши ощущения от того, как будет развиваться наш мир, ну, что ли, так оно и будет. Еще раз большое спасибо. Я хочу, прежде чем предоставить микрофон Михаилу Борисовичу Петровскому сказать о том, что вот наш великий Эрмитаж, подлинное национальное достояние России, вы знаете, действительно, великий музей, сокровищница нашего Отечества. Но вот в эти пандемические дни, недели, когда мы видели по телевизору грустные картины пустынных улиц, вот для меня лично, может быть, даже пустая улица Арбат меньше психологически подействовала, чем пустые музейные залы Эрмитажа. Потому что Эрмитаж – это наше культурное все. Я думаю, что на меня не обидятся наши великие московские музеи, там, Третьяковская, Третьяковская или Пушкинская. Кстати, я хочу от Вас поздравить Зельфиру Трегулову, директора Третьяковской галереи, у нее сегодня юбилей, если она слышит или ей передадут, мы ее поздравляем. А вот, Михаил Борисович, я понимаю, что, может быть, ни один культурный институт и так не пострадали, в том что и психологически, как музей. Я понимаю, как трудно было в эти дни музеям. С другой стороны, нарушились планы различной выставки, где-то уже были они сформированы для приезда в Санкт-Петербург, Петербург или в Москву, у Вас были какие-то планы. Как Вы, ну, каково ситуация сейчас в музейном сообществе? Как Вы видите выход и какие планы у Вашего великого музея, поскольку все-таки именно Эрмитаж Атланты держат вместе с небом на каменных руках? Пожалуйста, Михаил Борисович. Спасибо большое. Еще раз Вас всех с праздником. У нас великий праздник. Праздник, в общем, во время беды. Большая беда. Эта беда всякая сплачивает людей и разделяет. Вот и про сплачивание, и про разделение. Музей во всем мире – это единое музейное сообщество. И оно показало, что оно единое у нас. Оказались общие проблемы, которые оказалось, все как бы закрылись. Но музей вообще не закрывается. Музей хранит вещи. Поэтому он существует всегда. Он в разными видами показывает свои коллекции. Мы координируем очень свою работу. Вот сейчас часть музеев уже открывается в Европе, в Америке. Мы смотрим, что и как происходит. Мы сами наши Эрмитажные центры уже там открылся в Амстердаме. Все изучаем. Открылся в Казани Эрмитажный центр. Один большой вопрос возникший и один большой вывод. Музеям и культуре вообще нужны гарантии. Мы про это всегда говорили. Мы пытаемся это в Конституцию вписать. Но теперь всем ясно. Музеям нужны гарантии бюджетов. Государственные гарантии. Государство должно гарантировать музеям и культуре определенные бюджеты. Музеям нужны гарантии возврата их коллекций. Жесткие государственные гарантии, что предметы культуры, перемещаясь, никаким судебным преследованием реврагаться не будет. Музеям нужны гарантии страхования, то есть некие финансовые гарантии для того, чтобы культурный обмен, который является сутью мировой культурной жизни, сохранялся. Музеи это заслужили, потому что они показали потрясающую возможность к адаптации. Ну, Эрмитаж, 34 миллиона посетителей в социальные сети, в которые мы вдруг вылезли, мы не очень сильно были активны в социальных сетях. Мы здесь, при этом музеи представили такой набор проникновения в свою глубокую жизнь. Что-то вроде музейного телевидения каждый день с утра до вечера идет вещание, рассказы подробные, очень простые о музее, очень сложные о музее. Мы сумели благодаря онлайн делать то, чего не очень получается. Обычно рядом с фастфудом представить деликатесы. То, чтобы есть устрицы, надо знать, как их есть. Это нужно очень рассказать. Нам удается и это рассказать, и мы уже выходим в мир уже совершенно другой аудиторией. Нам придут совсем другие люди. Их придут меньше, но это придут другие люди, потому что будут всякие разные ограничения. С ними есть соблазны. Вот опыт работы, опыт удаленной работы, очень удачный. Опыт работы в изоляции, опыт работы онлайн содержит в себе соблазны. Начинает казаться в мире, ну и хорошо, мы удаленные и даже лучше. Мы изолированы и даже лучше. Вот это, когда появляется некий идея, идея того, что вообще-то мир распадается, мы это видим. Вот он, может быть, и хорошо, что он распадается. И вот здесь появляется новая огромная родина музеев. Мы все время говорим, она становится сейчас очень ясной. Музей это мост. Музей это мост между нациями и странами. Это музей, это мост, который должен быть взорван последним, даже если он находится между фронтовыми, как вы говорили, странами. И музеи это понимают. У музеев есть одно очень большое беспокойство, связанное с культурой, которое высказывается тоже на международном уровне. Вот сейчас говорится о физическом, о социальном дистанцировании. И социальное дистанцирование значит только одна вещь. Отвечает социальное отслоение. Мы говорим, на самом деле, мы говорим о физическом дистанцировании, которое тоже создает проблемы. И искусство сейчас в условиях тех ограничений, которые нам предстоит навязывать, даже когда мы откроемся, делает культуру искусство роскошью. Нам очень важно сделать так, чтобы вот эта роскошь была доступна всем, как мы однажды уже это делали. И теперь совершенно другие должны быть пути. И в этом очень важна вот эта работа мостами. В нашей ситуации онлайн оказалось, что никогда у нас таких вообще-то тесных и прямых связей, частых разговоров с нашими коллегами во всех музеях. Музеях вне России и в России на самом деле не было. У нас появились громадные программы на итальянском языке про Эрмитаж для итальянцев. Это вызвало совершенно восторг и благодарность Италии. Это вот жест, это жест эмоциональный. Итальянцы так знают наши коллекции. Но в какой-то момент, день рождения в Венеции, рассказать венецианские, коллекции в рамках карантина. У нас в ответ итальянские музеи создали целую серию программ из итальянских музеев для России. Экскурсии по-китайски для Китая, по-китайски для Великобритании. Великобританские программы. Даже Соединенные Штаты сейчас наши друзья делают программ для российских зрителей Эрмитажного сайта. Российские музеи, вот опять же онлайн на Эрмитажном сайте, представлены самые различные российские музеи. И те, которые являются нашими центрами. Екатеринбург, Казань, Викторичанское, Суворовский музей. И десятки разных музеев. Все это нам казалось очень, и мы считаем, что это совершенно прекрасный такой пример того, как мы использовали вот эти появившиеся новые возможности, которые дальше нужно продолжить. Хотя, тоже очень важная вещь, которую нужно не забывать. Оказалось, что у нас с ксенофобией тоже все в порядке. На наши вот эти такие международные программы у нас интерактивно сильно было довольно, ну не много, но довольно резкие высказы зрителей. Какого черта я должен слушать передачу по-итальянски? Зачем нужно обращаться к итальянцам? Мы в России, российские музеи существуют только для русских. Печально, что это как раз в Петербурге такое тоже появляется. Поэтому становится очень важным, на самом деле вдвойне важным, это международное общение. Вот Михаил Федорович Шевуткой вышел с такой инициативой, мы все поддержали международного, большой международной онлайн-конференции, посвященной культуре и общению. Потому что нужно возродить международные культурные организации. Вот ЮНЕСКО, как и все международные организации, как-то оказались в момент пандемии, стало ясно, что они что-то так не очень справляются со своими обязанностями. И нужны какие-то новые инициативы, которые мы должны влить в эти международные связи. И в этом смысле мы сейчас готовим культурный форум, который, я надеюсь, в любом виде каком-то состоится, который должен еще раз выработать, может быть, не еще раз, а заново выработать вот эти основы взаимодействия культурного. Одной из важных вещей будет на этом форуме наша выставка, посвященная Железному веку. Железный век Европы. В первые вместе от скифов до кельтов, вот это по-настоящему наши музеи и германские музеи, и музеи России будут рассказывать об этом. А еще будут рассказывать материалы из своих музеев, из германских музеев исток, которые называются перемещенными культурными ценностями, хотя бы интересах культуры. И вот это важнейшая вторая часть смысла музеев. Музеи лекарства. Музеи и культура – это лекарства. Лекарства от истерики, от паники, лекарства от всего того, что вызывает пандемию, лекарства от ненависти, лекарства от войн памяти. Войны памяти сейчас овладели миром. То, что происходит в Соединенных Штатах – это война памяти, это вся та продолжение той самой гражданской войны, которая была. Мы должны помнить, гражданские войны – самые страшные войны, и они никогда не уходят, они никогда не исчезают, они время от времени возрождаются. И музеи должны об этом напоминать и давать рецепты, как спокойный, жесткий иногда разговор может снимать истерический уровень этих войн памяти. И примеров, я думаю, достаточно много. Мы умеем их превращать в войны памяти в диалог культуры. Вся деятельность универсальных музеев во всем мире, в частности, этому посвящена. И когда мы выйдем из... Уже мы начинаем выходить из этого карантина. 40 дней карантина. 40 дней прошло. Мы предложим, с одной стороны, замечательную выслушку китайского художника Жан Хуань. Это самый сильный китайский художник сегодня. Он написал картины, связанные с тематикой Эрмитажа. Картины приехали, лежат в ящиках у нас на таможне. Как только будет возможность, мы это покажем. Это блестящие картины, которые еще написал несколько картин, посвященных пандемии. То есть это вся история пандемии. Китайско-русский культурный связь. Художник, который был обучен советской традиции русской, академической. И при этом самый современный художник. У него мотивы связаны с Эрмитажными картинами, с картинами Рембрандта. Одновременно мы откроем инсталляцию придумали Александру Николаевичу Сокурову, посвященную блудному сыну Рембрандта, развитию того, что было в Венеции. А после этого одновременно мы проведем такой российско-австрийский проект. Он называется «Флора», опять посвященный немножко Рембрандту. У нас две великих флоры. Рембрандта и Мельцы. И замечательные писатели, мировые и российские, напишут эссе, уже пишут эссе, посвященное разным картинам Рембрандта. Режиссеры и артисты поставят вокруг эти небольшие спектакли. И они, только и будут вечера в Рембрандта в течение двух месяцев, будут вечера, когда таких пять-шесть спектаклей, объединяющих литературу, драму, музыку и визуальное искусство будут происходить. Думаю, что кое-что такое новое из этого родится. Хотя это продолжает традиции, которые наши австрийские друзья в Вене уже начали, а мы вместе с ними дальше развиваем. Вот российские писатели, это Татьяна Толстая, Евгений Водолаз, Седокова, пульщик европейских, довольно много очень модных, и белорусский, и австрийский. Ну и покойный Шекспир будет участвовать у нас в своей знаменитой поэме «Венера» и «Адониск». И многое другое. В общем, мы готовы и понимаем, что мосты, наши мосты, сейчас нужно использовать еще больше и больше. И наши лекарства оказались тоже очень действенными, о чем нам постоянно говорят люди, с которыми мы теперь, честно говоря, значительно больше общаемся с посетителями. Мы общались всегда через книгу жалов, а теперь они нам все пишут, и мы с ними активно дискутируем. Спасибо, и я еще раз всех поздравляю, и всех музейчиков, и всех, кто на Неве культуры трудится и процветает. Спасибо. Уважаемый Михаил Борисович, огромное вам спасибо. Вы знаете, всем нам знакомо такое расхожее выражение «Культура спасет мир». Многие годы, многие из нас, но я в частности, воспринимали это как некую красивую фигуру речи. А вот в это время, в это совсем непростое время, мне кажется, эта формула «Культура спасет мир» несет прямое значение и действительно, наверное, на культуру, все наши надежды. И вот в этой связи роль и место Эрмитажа в спасении мира, спасении отечественного мира, это трудно переоценить. Еще раз спасибо вам большое, Михаил Борисович. Я хочу просить выступить Анатолия Васильевича Таркунова, ректором ГИМО и прошу выступить как бы в двух ипостаточках, потому что еще Анатолий Васильевич председатель Российской ассоциации содействия ООН. И вот ГИМО, наш ведущий университет, университет, который за более чем 70 лет своей деятельности воспитал великую плеяду отечественной дипломатии. Это, опять-таки уж, простите меня за банальную формулу, кузница кадров отечественной дипломатии, великая кузница. Анатолий Васильевич многие годы возглавляет ГИМО. Я хотел бы узнать и просить вас, Анатолий Васильевич, рассказать, как работает ГИМО в этих условиях, что такое и вообще насколько возможно дистанционное обучение ГИМО. Я это спрашиваю, как человек заинтересованный. Все-таки я являюсь профессором вашего университета, хоть и на 0,25 статки, но тем не менее заинтересованность моя личная. Я соскучился по студентам, а думаю, студенты соскучат по своим профессорам. А с другой стороны, хочу, чтобы вы рассказали о вашем виде развития ООН, потому что не секрет, что еще и до пандемии было много критики в адрес этой ведущей международной организации. Все говорили о необходимости реформирования. Это реформирование никак не приобретало динамику. А вот в условиях пандемии сейчас, вообще-то говоря, штаб-квартира, он не работает, естественно, по эпидемиологическим причинам. Вряд ли состоится в очном формате в сентябре очередная Генеральная Ассамблея, по следующему, пока не похоже на это. Острой критикой подвергаются институты ООН, в частности Семьи на организации здравоохранения. Соединенные Штаты так просто вышли из нее, серьезно критиковала ВОЗ Япония и так далее. Вот с этих двух точек, углов зрения, ректор МГИМО и председателя Российской Ассоциации «Содействие ООН». Ян Царь Васильевич, прошу вас взять микрофон. Спасибо большое. Огромное удовольствие видеть всех участников и горячо их поприветствовать, поздравить с праздником. Вы знаете, сейчас практически на каждой площадке СМИ, в печати, на встрече задается вопрос, а что будет после пандемии, как пандемия изменена. Михаил Борисович сейчас блестяще ответил на этот вопрос в части, касающейся культуры, музейной работы. Действительно, пандемия послужила мощнейшим стилом для развития дистантных средств и возможностей пропаганды культуры. И не просто пропаганды, а ознакомления с культурой. И те 34 миллиона, о которых говорил Михаил Борисович, которые в сетях знакомятся с Эрмитажем. Это ведь отнюдь не все, кто сегодня заходит на свой компьютер, на свой компьютер и знакомится с русским музеем, с Эрмитажем, знакомится с музеем современного искусства московским и с другими-другими очень многими музеями. Я, например, был очень приятно поражен, когда узнал, что, вы знаете, прекрасно есть музей в Ярославле, который тоже имеет сегодня хорошие интернет-ресурсы. И дает возможность посмотреть, что есть в этом музее. Узнал о том, что десятки-десятки тысяч заходят на эти ресурсы и знакомятся с этим музеем, как и с многими другими музеями, которые никогда бы не попали, скорее всего. А сегодня такого рода возможности есть. Я понимаю, что и музейщики работали раньше на этой проблеме. Знаю, что Михаил Борисович занимался этим специально очень активно. Но я думаю, что вот эти вот три месяца и чуть больше, они нас по существу заставили, побудили, мотивировали сделать так, чтобы эта работа стала системной, очень важной. И не только на сегодня, вот на период, когда мы все еще находимся в самоизоляции и частичной, эту работу продолжать и дальше. Потому что здесь колоссальные совершенно есть возможности и ресурсы на будущее. И вот, переходя от этого к образованию, должен вам доложить, дорогие друзья, что мы, к счастью, оказались гораздо лучше готовы, чем мы предполагали этой работе. Посуществует. У нас буквально несколько дней ушли на некоторую перестройку нашей работы, помогли некоторым профессорам, преподавателям с техникой, специально обучили тех, кто не был обучен. От их оказалось не очень много. И стали вести занятия по тому расписанию, которое было утверждено еще в январе месяца, по второму семестру. Все, час в час, лекции, семинары, групповые занятия, коллоквиямы. Но поначалу мне лично казалось, что не очень будет получаться, что будет много срывов. Но когда мы подвели итоги после первой недели, выяснилось, что 92% студентов присутствует на занятиях, что срывов практически нет. А в последующем, поскольку такого рода мониторинг мы проводили каждую неделю, выяснилось, что с точки зрения отдачи, эффективность некоторых занятий гораздо больше даже эффективны, чем занятия в аудитории. Особенно занятия языком, когда перед тобой там группа 7-8 человек перед преподавателем, он видит всех, он с каждым работает, каждый должен реагировать на это и спрятаться за подругой, которая сидит на первой партии, не удается. Но, конечно же, это абсолютно не означает, что надо нам наше образование переводить на дистант, поскольку во всех откликах наших студентов на занятия, которые проводятся сегодня, звучит одна мысль. Как бы нам побыстрее вернуться в аудиторию? Потому что студенческая жизнь и вообще университет, это ведь не только знание, знание основное, но студенческая жизнь, молодые годы, студенческая жизнь, это и спорт, и творчество, это и дружба, это любовь, это коммуникация, это социализация, как говорят социологи. И студенты отлично это понимают. Поэтому мы, размышляя сегодня о том, как же все-таки выстраивать нашу жизнь в будущем, поскольку нам не дают твердой гарантии, что мы сумеем вновь собрать студентов в больших аудиториях, мы думаем и о возможности такого смешанного обучения, которое будет предполагать наличие части студентов в институте, часть студентов будет заниматься по тем же программам, но на удаленке, в частности иностранные студенты, многие которых не смогут приехать или всякого рода соображений, безопасности не приедут. Но перестраивать мы будем всю эту нашу, занимаемся сейчас активно, всю эту нашу дистантную гибридную работу со студентами, аудитория и занятия дома, таким образом, чтобы у студентов всех, где бы он ни был дома или у аудитории, было ощущение совместной работы, каворкинга. И это, конечно, потребует для нас и приобретение дополнительной техники, но не так уж, надо сказать, многое, не так это дорого, это все вполне можем позволить. И сейчас вопрос вот за эти два месяца, с тем, что преподаватели приобрели соответствующие приемы, навыки, освоили методологию такой рода работы. И мы сейчас уже это испытываем экспериментально. И, в общем, результат пока позитивный. Так что должен прямо заявить. И вот смотрю, мне все время присылают и коллеги мои из Вашингтона, и сам смотрю все время публикации относительно перспектив развития высшего образования. И американцы, и британцы все отмечают, что если раньше дистантное образование было хобби, даже в таких университетах, как MIT или SchoolTech, которые вроде бы мы все знали, что они очень продвинуты в дистантном обучении, то они сами пишут. Это да, мы продвинуты, но это было хобби. А теперь мы понимаем, что это органичная и важнейшая принципиальная часть наших образовательных продуктов и наших образовательных инструментов. То есть в этом смысле, конечно, мир изменится, если говорить об этой части нашей работы. Теперь возвращаясь к сюжету, который Михаил Александрович затронул, организация Огненных Наций. В этом году юбилей. Мы понимаем, что Организация Огненных Наций – это единственная универсальная организация, это совершенно уникальная площадка для дискуссий, для обсуждений. Это площадка, где присутствует Совет Безопасности и постоянные члены Совета Безопасности с правом ВЕТА. И это многие годы давало возможность не принимать решения, которые были бы очень чреваты угрозой для мира, для всего человечества. Мы понимаем, что ООН – это не только центр в Нью-Йорке, в Женеве, в Вене, в Найробе, но это и огромная-огромная армия людей, которые работают в поле. Вот мы иногда, когда ООН критикуем, об этом забываем, что в поле десятки тысяч работают. В Африке, в Азии, в Латинской Америке, в Океане, которые помогают населению этих стран, правительству, решать самые злободневные вопросы – от медико-биологических, борьба с голодом, решение экологических проблем. Это герои. Кстати, среди них очень много россиян, граждан нашей с вами любимой страны. Но то, что, конечно, ООН должна трансформироваться, должна реформироваться, в этом сегодня уже никаких сомнений нет. И не только, собственно, ООН, я имею в виду штаб-квартиру в ООН, но и вся, так называемая, семья ООН. Хотя мы понимаем, что ООН сделал немало, но все-таки сделал он недостаточно в условиях этой пандемии. И вообще оказалось, в ходе всей этой пандемии, мы часто слышали голос ООН, часто мы слышали руководителя организации, да, замечательный генсек, там он выступал с заявлениями, но он в данном случае совершенно не сыграл роль координатора в борьбе с пандемией. Вообще, как вы заметили, хорошо, что каждая страна суверенно боролась с пандемией. И это, правда, еще раз подтвердило ТС о том, как важно нам укреплять наш суверенитет, в том числе и медицинский суверенитет. Медико-биологический суверенитет, но вместе с тем, это, мне кажется, является важным сигналом для того, чтобы мы существенно нарастили сотрудничество в этой области. Есть же соглашения с 2005 года, которые затрагивают вопросы медико-биологического сотрудничества, но они очень декларативны. Механизмов принуждения положим к выдаче информации нет в этих соглашениях. Поэтому я считаю, что сегодня одна из важнейших задач, наряду с организационной реформой, которая не должна быть ради реформы, одна из важнейших задач является обсуждение и решение коллективных вопросов, связанных с обеспечением медико-биологической безопасности в мире, созданием соответствующих мониторинговых центров, сотрудничеством научных лабораторий в этой области. И это все можно поставить на очень солидную и серьезную основу. Я совершенно уверен, например, что наш Курчатский институт мог бы стать одним из кластеров мировых такого рода контроля медико-биологической, имея колоссальный опыт и специалистов в этой области. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов еще одну важнейшую проблему, потому что не решена и решается очень медленно проблема информационной безопасности. Информационная безопасность, как мы увидели и в ходе этой пандемии, это важнейший фактор, который позволяет избегать паники, резких движений, стрессов, психических заболеваний. Мы и так вот довелось последние дни с некоторыми психологами нашими побеседовать, которые многим из вас тоже известны. Все говорят о том, что, конечно, самоизоляция, они очень серьезно рассказываются на психике. То есть это тоже, да, и в немалой степени в связи с тем, что информация, которую мы постоянно получаем, в том числе так называемая фейковая информация, не может не действовать на психическое состояние людей. И поэтому очень важно найти соответствующие договоренности с нашими партнерами, в части, касающиеся безопасности информационной. Но вы знаете, что президент Путин предлагал американцам подписать даже двухстороннее соглашение на этот счет. Но американцы ушли от этого предложения. Я думаю, что ООН, если говорить о ее авторитете, репутации, конечно, должна коллективно этими вопросами заняться. Есть много и других вопросов, конечно, экологический вопрос. Вы посмотрите, вот после пандемии мы, может, в ходе пандемии, то же время у нас было об этом подумать, мы увидели, что творится с экологией. Вот что творится, положим, ну, конечно, несчастные случаи, которые сейчас у нас произошли. Вы посмотрите, что генерально творится положительное состояние Амазонки. И специалисты говорят, что если процесс вырубки лесов Амазонки будет продолжаться, то это тоже будет вселенская катастрофа. Для всей планеты, а не только для Южной Америки. Ну, и, в общем, это яркий пример, но я знаю, и вы знаете, что таких примеров достаточно много. Короче, завершая, хочу сказать, что, конечно, ООН нужна. И мы заинтересованы в том, чтобы такая универсальная организация сохранялась. Другую пока никто не придумал. Двадцатка – это очень важный формат, но она не заменяет универсальную организацию, которой является ООН. Но требуется, конечно, реформа этой организации. И, главное, сфокусирование ее деятельности на тех проблемах, которые волнуют людей. Тогда и люди будут иначе относиться к ООН и подталкивать, побуждать правительство своих стран активнее работать над решением той или иной международной проблемы. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Васильевич. Ну, во-первых, вы меня, так сказать, меня бы душевили тем, что все-таки перспективам ГИМО работать очно-заочном формате уже близки. Вы упомянули, что 92% студентов ГИМО посещали в онлайн-формате занятия. Хочу вас уверить, что среди моих личных студентов факультета международной журналистики все 100% были в числе этих 92%. Ни один студент, вот я держал руку на пульсе каждого, ни один студент не монкировал занятия. Что касается того, что студенты соскучились по аудитории, по общению, открою вам, думаю, для вас не секрет, и профессора ваши, и преподаватели, и не только ГИМО, а, я думаю, всех университетов и замечательных высших учебных заведений нашего Отечества, конечно, стремятся вернуться в аудиторию. С Божьей помощью я надеюсь, что скоро так оно и будет. И, вы знаете, что касается темы организации объединенных наций, Анатолий Васильевич, вы говорите о том, что все понимают и признают необходимость реформ. Позволю себе сказать со своего скромного журналистского угла, что о реформах, а я сам сделал целых пять фильмов про организацию объединенных наций, и сейчас мы делаем фильм про ООН, посвященный 75-летию ООН, но о реформах говорили все мои собеседники, предыдущие пять генеральных секретарей организаций объединенных наций, но, по большому счету, ВОЗ и ныне там. И есть у меня такое ощущение, что пандемия, совершенно явившись новым явлением в мировом пространстве и в международной жизни, все-таки вынудит страны-основатели ООН, все международное сообщество как-то динамизировать процесс реформирования ООН, потому что вы совершенно правильно сейчас сказали, что в самый разгар пандемии, к глубочайшему сожалению, кроме скромных комментариев генерального суда Гутерриша, кстати, он даже об этом говорил в интервью со мной, про пандемию, к сожалению, голоса ООН был слышен недостаточно. Поэтому думается, что эти реформы действительно назрели, и будем их ждать в соответствии с теми формулировками, о которых говорил Александр Александрович в условиях новой поляризации мира. У нас к нашему составу участников с удовольствием хочу пригласить, у нас еще довелась один участник нашей конференции, наш добрый друг и добрая подруга, одновременно из Болгарии, президент форума дружбы Болгария-Россия, Светлана Шаренкова, которая очень многие годы и, так сказать, все силы свои отдает развитию добрососедских, дружеских, культурных, гуманитарных связей между Болгарией и Россией. И узнав про нашу конференцию, она попросила желание выступить, что мы с удовольствием делаем, предоставляем ей слово. Светлана, прошу вас. Спасибо, Михаил Соломонович, спасибо, дорогие друзья. Я очень коротко, я хочу поздравить всех друзей с Днем России. Это праздник для каждого гражданина необъятной и могучей страны. Россия за свою долгую историю прошла через множество испытаний и трудностей, но всегда достойно выходила из них. После распада Советского Союза и трудные 90-е годы, сегодня Россия вернулась на мировую политическую арену со своей дипломатией, со своей военной мощью, космическими силами, с наукой и с культурой. А пандемия показала и талант российских врачей и возможности системы здравоохранения. Сегодня Россия является одним из основных цивилизационных центров, если я могу так сказать, в многополярном, полицентричном мире, предвиденным нашим учителем-академиком Евгением Максимовичем Примаковым. Ваше государство объединяет разные народы и разные традиции. И в этом суть уникального русского духа и, как говорил академик День Ким, уникального русского генетического кода. Дорогие друзья, берегите свою прекрасную страну. Мы, болгары, очень и очень любим Россию. Мои братские народы, нас связывают вековые связи. И я верю, что у нас общее, мирное и доброе будущее в этом гушующем мире. С праздником, дорогие друзья! Спасибо большое, Светлана! Спасибо за добрые слова! Мы очень ценим вклад, который носите вы, ваши друзья, ваши коллеги, все участников форума «Дружба Болгария-Россия». Мы вас любим и всегда ценили и ценим наши добрые связи. Уважаемые коллеги, если позволите, все-таки нас слушают десятки, сотни корреспондентов, журналистов России и за рубежом. Поэтому хотя бы по одному вопросу мы сейчас зададим. Я хочу озвучить каждому из участников. И то, наверное, в том же порядке, как были у нас выступающие. Поэтому, Леон Антонович, если вы, надеюсь, еще с нами, то у нас первый вопрос к вам. Вы меня слышали, Леон Антонович? Я здесь, вот он я. Потрясающе! Вот у нас есть вопрос от корреспондента телеканала «Россия» Александра Христенко, которому обращается к вам, как к выдающему ученому, великому врачу. Как вам видится, как Россия выходит из пандемии? Как вы считаете, вышли мы уже на пик этой эпидемии? Каковы перспективы, так сказать, окончательной победы над пандемией в России и, наверное, в мире? И как близка эта победа? Я хотел бы напомнить, что я сердечно-сосудистый хирург. Нет, это я знаю, Леон Антонович. Но вы знаете, вы сегодня ответственны за всю отечественную медицину. Я бы рад вас спросить про шунтирование, про операции на открытом сердце. Но вы же не объясните, вам придется отвечать за всех. Как Михаилу Борисовичу Петровскому за всю культуру, а Антону Васильевичу Таркунову за все высшее образование, а Михаилу Валентиновичу Ковачиху за всю науку и не только точную науку. Так что вам слово, Леон Антонович. Второе, что я хотел сказать. С учетом того, что я закончил Первый Московский медицинский институт, я, естественно, отвечу на те вопросы, которые были заданы. Ну, вы знаете, буквально две недели назад, для меня это было очень важно, и я часто это повторяю, Владимир Владимирович Путин сказал врачам, понимаете, вот пандемия, да, это ужасно, люди умирают внезапно, и молодые, и пожилые, но у нас на первом месте 54,6% людей умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, и 17,8% от онкологических заболеваний, потом там идут травмы и так далее. И он тогда прямо сказал, вы не забывайте, что этих людей надо лечить. Проблема такого свойства, что люди не могут доехать, особенно это касается малюток. Вы знаете, мы самая большая в мире клиника по объемам операций у детей, мы только детям до года делаем 1800 операций на открытом сердце в течение года, я имею в виду только Бакуливский центр. Вот, поэтому я так считаю, что как только возобновятся способы передвижения, с этого времени мы очень быстро начнем восстанавливаться. И те объемы, которые мы выполняем, я имею в виду вообще наше медицинское сообщество, мы, конечно, и выполним, и перевыполним. Сегодня проблема у медиков, проблемы с этим нет. Есть проблема вот с ситуацией, ситуационная проблема. Как только вот этот вопрос будет решен, я думаю, что и это самое. Я одну вещь не сказал, на мой взгляд, просто участники должны об этом знать. Я являюсь членом Дартманского диалога, и это относится, вот знаете, к пенсионным реформам и так далее, но я это должен сказать. На последней встрече была озвучена такая цифра. Сейчас в Соединенных Штатах Америки проживает 140 тысяч людей, людей, перешагнувших 100-летний возраст. А к 2040 году их будет полмиллиона. Значит, что это значит? Что 95-летних будет еще больше, 90-летних еще больше и так далее и тому подобное. И когда мы сегодня говорим о нашем здравоохранении, то мы вот эту вещь как-то редко очень упоминаем. Хотя сегодня у нас на операции на открытом сердце идут люди 80 лет, 85 лет. И хотел бы, чтобы вот это вот замечательное сообщество, которое здесь собралось, было тем самым источником вот этой информации, чтобы мы по-серьезному задумались о гериатрической медицине. Потому что там тоже очень много науки, там очень много нерешенных проблем. А для того, чтобы общество жило благополучно, и чтобы внуки имели возможность встречаться со своими дедами и прадедами, для этого вот эти вопросы должны быть решены. Спасибо. Спасибо большое, Леонид Антонович. Ну вот у меня следующий вопрос Михаилу Валентиновичу Ковальчику. Михаил Валентинович, вот ты упомянули о уникальных установках класса «Мегасайенс». Вот какое место, на Ваше взгляд, эти установки, отечественные установки класса «Мегасайенс» занимают в мировом научном ландшафте? И как вот такого рода прорыв поспособствует более заметному месту отечественной науки в мировом научном развитии? Пожалуйста, Михаил Валентинович. Спасибо большое. Вы знаете, вот я в самом конце этого слегка коснулся. Вот смотрите, мы сегодня участвуем в крупнейших европейских проектах. Это европейский лазер на свободных электронах в Гамбурге, это протонный тяжело-ионный ускоритель в Дармштадте, это ЦЕРН, и это ИТЕР, международный термоядерный реактор на юге Франции. Хочу обратить внимание, что Россия, во-первых, является интеллектуальным донором. Вот весь мир, сложив 20 миллиардов долларов, строит «Токамак». Это русское слово, это то, что было изобретено, придумано нами. И мы имеем равноправное партнерское участие там. Лазер на свободных электронах – это опять идея советских, российских ученых, которые весь мир реализуют. И при этом этот проект стоит миллиард двести миллионов евро. В Гамбурге он совершенно успешный, сегодня действует. И этот проект такой. Германия 50%, Россия практически треть. И 12 европейских стран, остальные там менее 20%. То есть это российско-немецкий проект, при этом наш интеллектуальный вклад, наши технологии наши. То есть мы – неотъемлемая часть мирового пейзажа по мегасайде. И сохранив наш потенциал, выйдя за границу, мы по решению президента, который поддержал предложение научного сообщества, вернулись в Россию. И сегодня у нас запланированы, выделены деньги, программа по созданию целой сети. Например, сейчас двигается самый мощный в мире нейтронный реактор в Гатчине. Затем полная модернизация Курчатского синхротрона, строительство нового синхротрона в Подмосковье. Такого, какого нет нигде в мире. И мы делаем это вместе с мировым сообществом. Строительство на Дальнем Востоке и в Сибири и так далее. То есть ближайшая, сегодня мы неотъемлемая часть мирового ландшафта, 2 миллиарда евро нашей инвестиции в европейские мегапроекты российские. А теперь, в течение ближайших 5-7 лет, мы будем обладать самой совершенной структурой в области мегасайд в мире. Это абсолютно, так сказать, вот такая картина. Но я хотел бы вот что сказать. Я хотел бы обратить внимание вот в понтан с тем, что говорил Анатолий Васильевич. Вы знаете, вот фактически президент, говоря о генетике, недавно на совещании сказал, что фактически это новый атомно-космический проект 21 века. Это абсолютно так. Я об этом скользко говорил. Я хочу, чтобы мы с вами отчетливо понимали, что ядерное оружие нам, так сказать, дает возможность сохранять суверенитет. Но если мы не реализуем новый атомно-космический проект, который зиждется на генетике как базе природоподобия и мегасайдс как основы инструментальной, переход к новому природоподобному укладу, он требует автоматически, и пандемия только усугубила эту нашу позицию, которую мы формулировали уже лет 6 назад. Нужны новые международные регуляторные правила, как это было сделано при ядерной энергии. Дело в том, что было ядерной энергии, каждый делал, что хотел. Но когда оно появился у нас паритет, мы имеем МАГАТЭ, имеем все международные организации. Вот сегодня в области биобезопасности в широком смысле этого слова должны быть новые международные соглашения. И сегодня мир понял, что не только одна страна этим обладает и возможностью в этом разбираться и понимать. И сегодня, с моей точки зрения, объективно в постковидовском мире возникла ситуация, в которой мы можем настойчиво предлагать формирование новых, о чем говорили Сан Саныч и Анатолий Васильевич. И, Михаил Савлович, мы можем предлагать формирование новых международных институтов, которые возьмут под контроль вот результаты нового атомно-космического проекта 21 века. Это очень важный, так сказать, сегодня момент, мне кажется, вообще в мировом масштабе. Спасибо большое. Огромное спасибо, Михаил Валентинович. Трудно с вами не согласиться. И, наверное, недалек тот день, когда вот эти основополагающие международные документы будут приняты, потому что именно Россия является инициатором этого прорывного направления. В России этому сейчас придется огромное значение. И здесь, конечно, с вами невозможно не согласиться. И у меня вопрос сейчас к Александру Савловичу. Михаил Савлович, извините, Михаил Савлович, одно слово. Одно слово хочу сказать. Ради Бога. По поручению президента подготовлена и уже как бы согласована полностью стратегия развития природоподобных технологий. Это и есть вот сублимация этого проекта 21 века, инициатива нашего президента. Замечательно, замечательно. Александр Савлович, вот у меня вопрос, знаете, связанный с чем? Не только не у меня, это вопрос наших коллег, но даже сразу нескольких, которые с этим вопросом обратились. Вот сейчас мы наблюдаем, захлестнувшую целый ряд стран и прежде всего Соединенных Штатов Америки, волну протестов, которые формально были вызваны убийством Джорджа Флойда в городе Миннеаполе, штат Миннесота. Но эти протесты охватили практически все Соединенные Штаты Америки. Ну, наверное, слово «невиданные» будет неточное. Были протесты и очень мощные, и, может быть, даже сопоставимые, но эти протесты выплеснулись и в европейские страны, а сейчас и привели к тому, что сносятся памятники некогда, ну, назначат до последних дней национальным героям Америки. И это, конечно, такая очень новая ситуация и новое развитие социальной политической ситуации в Соединенных Штатах. Насколько, на ваш взгляд, вот эта ситуация, ну, скажем так, долговременно, какие могут быть выводы из этой ситуации сделаны, и как, на ваш взгляд, повлияют ли вот эти протесты в целом на политический ландшафт не только в Соединенных Штатах, но и вовне. Александр Александрович, это вам. Ну, как говорится, вопрос больше моей зарплаты. Я могу лекцию прочесть на эту тему. А мы вас не удерживаем от этого. Мы все сидим вот с удовольствием, выслушаем. Удерживаем от зарплаты. Это неправильно, потому что каждый из нас, начиная с Леона Антоновича и заканчивая, мог прочитать лекцию. Нельзя Дынкину давать. Поэтому я выбрал жертву в лице Али Сан-Санча. Но я пытаюсь быть очень лаконичным. Знаете, очевидно, что, ну, может быть, центральная проблема это исчерпание социального контракта, который действовал в Евроатлантике где-то, наверное, с середины 60-х годов. И суть его, если говорить коротко, была очень проста. Каждое следующее поколение жило лучше родителей, обладало большими возможностями. И этому пришел конец. У меня нет времени анализировать, почему сегодня очевидно для социологов, что вот это поколение миллениалов, оно в среднем будет жить хуже, чем их родители. Здесь и поляризация доходов, и стагнация доходов среднего класса. И для среднего класса исключительно важно высшее образование детей. Сегодня высшее образование детей в Соединенных Штатах чрезвычайно дорого. И так далее. Здесь и миграции. И вот это вот все копилось, копилось, плюс коронакризис, колоссальная безработица, хотя там, как говорится, есть так называемые вертолетные деньги. Но вот это вот все взорвалось, то, что зрело, я считаю, последние 10 лет после кризиса восьмого года. И этот кризис был характерен, потому что, если вы помните, он начался с банкротства банка Лемон Браза, и за этим полетели накопления, сбережения, страховки людей. И спасали в основном крупное. Было такое выражение «too big to fail», слишком большое, чтобы обанкротиться, а про людях этого не говорили. И вот это вот все варилось и сейчас прорвалось. Я не вижу такого декорированного ответа, потому что, я повторяю, что в Соединенных Штатах идет гражданская война в ИИТе. Сегодня невозможно смотреть компанию CNN, я надеюсь, они нас слушают, потому что она мне отчасти напоминает советское телевидение времен глубокого застоя. Вот, поэтому поиски, конечно, идут. Я не думаю, что выборы как-то разрешат, облегчат эту ситуацию. Но очевидно, что после развала Советского Союза бизнес забыл о социальной ответственности и погнался исключительно за акционерной стоимостью. И то же самое как бы в политических кругах. Они поняли, что, они посчитали, что либеральная демократия такое универсальное устройство, конец истории, помните? И забыли о как бы стандартах социальной защиты, о доступе к образованию. Ну, в общем, я, наверное, остановлюсь здесь, но мне кажется, что этот кризис в разной степени остроты будет продолжаться, продолжаться довольно долго. И вот то, о чем говорил Анатолий Васильевич, о том, что как бы дистантное образование, вообще роль цифровых платформ. Ведь понимаете, цифровые платформы, они углубляют социальное дистанцирование, как правильно отметил Борис, они сближают доходы, потому что на дистанции вот можем работать мы, а, скажем, водители, официанты, я не знаю, повара, они не могут работать на дистанции. Поэтому здесь нужны какие-то серьезные решения. Ну, вот есть поиски, скажем, такой обязательный обмененный доход. Это такой левый инструмент, как бы, регулирования. Но он весьма противоречив. Поэтому впереди, я считаю, достаточно-достаточно бурные годы. И мне кажется, что на этом фоне Россия выглядит гораздо более спокойной, уверенной в себе. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Спасибо большое, Александр Александрович. Ну, я думаю, что, может быть, все-таки все успокоится. Мы не желаем никому зла. И, наверное, хорошо бы, чтобы везде в мире было спокойно. И уж точно сегодняшний праздничный день мы всем желаем благополучия и спокойствия. Михаил Борисович, у меня к вам вопрос, знаете, какого рода. Вот поскольку Леонид Антонович вынужден был отвечать за всю медицину, то не обессудьте, вам придется отвечать на вопрос, связанный со всей естественной культурой. И он связан с тем, что не только музейная, но практически вся культурная жизнь в России ввиду пандемии как-то затихла. Но это понятно. Невозможно прийти в театр, невозможно прийти в концертный зал. Практически исчезли фестивали. Страна будет из этого как-то должна выходить. Вот на ваш взгляд, сможем ли мы, я здесь в полной мере вернуться, скажем так, к прошлой жизни или пандемия своими суровыми правилами и, так сказать, совершенно нежеланными законами практически изменит конфигурацию культурной жизни, изменит вот этот самый культурный нерв, который существует, когда полные залы театров, когда ложи блещут, когда в едином порыве встают зрители после спектакля, когда по-прежнему не в расстоянии двух метров, а, что называется, плечом к плечу сходят экскурсии по Эрмитажу или по другим музеям. Как вам видится, Михаил Борисович, все-таки оптимистический или пессимистический сценарий ну, скажем так, в среднем будущем? Михаил Борисович, вы нас слышите? Видите? Мы его не видим. Мы его не видим? Да. Я вижу, но он, похоже, не слышит. А я его не вижу на экране. У меня на экране нет, Михаил Борисович. У меня нет. Есть? Странно, а у меня нет. У меня не было все время Анатолия Васильевича, а теперь Анатолий Васильевич заменил Мишу. Так. Сейчас. Да, его нет. Нет его. Хорошо. Ну, я так думаю, что в этот момент, наверное, хлынули потоки посетителей в Эрмитаж, и Михаил Борисович, так сказать... Разводить надо было. Двери открывать. Двери открывать пошел. Ну что, тогда я этот вопрос ему зарезервировал. Вот появился, Михаил. Вот появился, появился. Михаил Борисович. Я прошу прощения. У меня что-то все выключилось. Сейчас включим. Нет, а я решил, что в этот момент прорвали двери Эрмитажа и сотни питерцев, так сказать, в День России решили... Проводовали туда. ...все социальные дистанции. Да. Вы слышали мой вопрос, Михаил Борисович? Нет, честно говоря, как раз почему-то... Видимо, был какой-то сложный вопрос. Да, сложный вопрос, поэтому я его повторю. Вопрос такой. Вот как Леон Антонович отмечал за всю медицину, мы сейчас спросим с вас за всю культуру. А вопрос в следующем. Вот как вам думается, как сможет отечественная культура, в данном случае не только музеи, а концертные залы, театры, кинотеатры, выйти из этой ситуации, понимаете, все, что нам сейчас говорят, наши уважаемые специалисты по эпидеологии, что нам придется соблюдать долгое время социальную дистанцию, сидеть в театре на расстоянии двух метров от собственной жены и так далее. Это такая перспектива. Но как вы думаете, как надолго это? И как, чтобы этот культурный нерв общения, культурный нерв общего ощущения зрительского, когда, вот я говорил, в едином порыве встают зрители после окончания спектакля или ходят плотной толпой в единого понимания в экскурсиях по залу музея. Вот как сохранить этот культурный нерв и сможем ли мы к нему вернуться? Я думаю, что мы вернемся, но не совсем к тому культурному нерву, потому что в том культурном нерве было и толкучка, и очередь, и не войти, и все жаловались, говорили, давайте, пусть будут сеансы. Сейчас будут сеансы, уже начинают жаловаться, а сеансы – это не очень хорошо. Это для Эрмитажа понятно, а вот что делать с Большим театром, с МХАТом? Значит, тут две вещи. Во-первых, я думаю, что мы должны сейчас ходить очень постепенно, и каждые две недели для музеев мы уже расписали, смотреть, получилось, как получилось, что получилось, какова наша реакция, какова реакция людей. Театры тоже постепенно. Есть одна вещь, это, конечно, часть культуры – постепенно обсуждать, говорить и проговаривать, что получается и что может быть. Вот есть было у нас хорошее обсуждение международное с европейскими, как раз о театрах, и говорили, что, конечно, да, это очень сложно, рассаживать людей в театре. Но посмотрите с другой стороны. Сидящие зрители в каком-нибудь раньше, в античном цирке – это само по себе целая операция. Подходите к этому, как к хореографии. Вот хореография расположения людей. Кстати, мы в это восприняли, у нас мы делаем, и называем хореографию движения маршрута, движения людей. Здесь во всем есть какая-то своя прелесть, свой вызов, и вот этот вызов, его нужно принимать и его обсуждать. И тогда, ну что, все мы выйдем, только мы выйдем сами. Мы не должны потребовать гарантий необходимых финансовых от общества, но выйдем сами. Нужно понимать, что каждый день мы что-то такое новое будем придумывать. И в театрах, и с которыми тоже есть связи. Ну и с обществом, которое тоже должно понимать, что ему никто на тарелочке не принесет ничего. Мы вместе должны создать немножко новую систему. А дальше будет еще лучше. Михаил Ильич, спасибо большое. Я, так сказать, единственное точно, что извлек сейчас из вашего комментария. И спасибо вам за этот совет. Теперь, когда я буду просить билет в театр, я буду просить билет для солиста балета, а не для хора или для артиста Миманса. Вот приду в кассу и скажу, будь целебезно, у меня билет для солиста балета. То есть, используя ваш хореографический термин. У меня вопрос к Анатолию Васильевичу Туркунову. Анатолий Васильевич, если позволите, вопрос следующий. Ну, про МГИМО вы нам рассказали подробно. А что касается ООН, все-таки я хотел бы уточнить. Вы, как опытнейший дипломат, чрезвычайно полномочный посол, будучи в качестве президента Ассоциации Содействия ООН, вы сказали про реформы. Но все же. Вы понимаете, какая ситуация? Вот Соединенные Штаты вышли из ВОЗ. Соединенные Штаты резко сократили финансирование ЮНЕСКО вместе с Британией. В общем-то, мы же понимаем, что ВОЗ, давайте открыто скажем, пусть на нас не обидится, наши коллеги, скорее всего, в нынешней форме, как она шла до сегодняшнего дня, у нее небольшие перспективы выживания, потому что негативные отношения к ВОЗ, а это очень важный институт ООН, высказывали много государств. Несколько десятков государств критиковали ВОЗ. Ну, ЮНЕСКО, слава богу, действует и здраво существует. Вопрос. Все-таки, может быть, имеет смысл нашей стране, России, быть, если не инициатором, так сказать, какого-то уничтожения, не дай бог, международных институтов, но может быть, какой-то более интенсивный их реформирование, что, может быть, именно Россия была во главе тех реформ, которой, как бы все признают, нуждается мир. Как, на ваш взгляд, эта мысль? Ну, я должен сказать, что Россия уже выступила с инициативой, соответственно, на мой взгляд, исключительно разумный. Президент Путин предложил провести встречу руководителей пяти государств, членов Сайта безопасности, постоянных членов Сайта безопасности ООН. И вроде все... Но я прошу прощения, Адвард Ильич, это было предложение до пандемии. И, конечно, поэтому сейчас, очевидно, новые реалии возникают. Оно, тем не менее, в силе. Но вы знаете, что поначалу все практически согласились с ним, а потом господин Трамп выдал другое предложение, встреча 11 без Китая. То есть заранее имея в виду, что эта встреча будет такую коннотацию антикитайскую иметь. И насколько быстро реализуется идея встречи пяти глав стран, входящихся от безопасности, мне сказать трудно. Хотя я считаю, что это предложение по-прежнему актуально. Единственное, что сказал Михаил Александрович, что доставание разрушить, а затем, мне кажется, это неправильный подход. Есть существующие структуры, есть опытные в этих структурах работающие бюрократия, да, она тоже требует обновления, она требует свежей крови, требует получения дополнительной квалификации и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, очень, мне казалось бы, глупо создавать что-либо с нуля. Я, кстати говоря, хочу напомнить, что даже в те времена, когда создавалась Организация Объединенных Наций после войны, ну, еще практически в конце самой войны усилия к этому предлагались, только консолидировали очень многих людей, которые успешно работали в Лиге Наций до военный период. И можно сказать, да вот, у них там и Лиге Наций не очень получилось, поэтому он ведь не такой эффективный был. Но мы должны признать, что ведь ООН на протяжении десятилетий была достаточно эффективной международной организацией. Да, может быть, не такой, на какую рассчитывали, но, во всяком случае, пожелания, которые высказывали основатели, Сталин, Розовик относительно того, что необходимо обеспечить мир после войны на 50 лет, задача была решена, и он здесь сыграл немаловажную роль. Теперь можно я несколько слов скажу о американцах, поскольку... Милости просим. Я вспоминаю нашу с вами поездку, Михаил Соломонович, в 74-м году. В 75-м. В 75-м. Мы с вами были в Чикаго. И насколько мы были потрясены тем обстоятельством, что там треть Чикаго находилась в разрушенном состоянии после событий 68-69 года, после восстаний и бунтов, которые проходили тогда. Но после этого много-много раз бывал в Штатах, работал там в Штатах. И все-таки должен сказать, что на нынешнем этапе не ожидал, что такой потенциал агрессии существует в американском обществе. И думаю, что это, конечно, потребует еще... Сан Санчич, я согласен в целом с его оценкой, но мне кажется, здесь немаловажную роль пандемии сыграла. Несомненно, вот те психологические сдвиги, которые произошли. Но меня вместе с тем несколько поражает подчеркнутая политическая корректность и толерантность. Я прежде всего имею в виду начатую сейчас борьбу с памятниками не только в США, но и в Англии. Вот вчерашний репортаж я видел по телевидению, как заливают краской памятники Черчиллю. А Черчилль виноват, он вплоть и не имел никакого отношения. Понимаете, это уже... И все это как-то проходит, все объясняют это нежеланием дальше, так сказать, разжигать политической корректностью. Но ведь это может привести к очень серьезным последствиям для этих стран. Я понимаю, что их задача, не наша проблема решать их вопросом, но просто как человек, который, в общем, к культуре этих стран относится, да и к самим странам с долей симпатий немалой, это, в общем, вызывает и удивление, и еще раз показывает, просто какое-то неумение властей реагировать на такого рода кризисы. А здесь без реакции, продуманной, конечно, я никакой жестокости не призываю, естественно, и не могу даже призывать это их дело, сейчас подчеркиваю. Но она немножко удивляет. Спасибо, все у меня. Антон Васильевич, спасибо. Мы находимся в эфире, как принято говорить, работаем уже час сорок. Мы даже чуть больше, чем планировали. Я хочу от всего сердца, от имени журналистского сообщества, от имени агентства ТАСС, от имени всех, кто сейчас смотрит нас и слушает, благодарить Леона Антоновича, Михаила Валентиновича, Александра Санча, Михаила Борисовича, Вас, Анатолий Васильевич, за эту встречу, за в этом интереснейшем разговоре. Я хочу поговорить Светану Шаленкову, которая всю Болгарию поставила на дыбы, чтобы нас видели не только в России, у нас действительно сейчас несколько десятков стран. Но я поздравляю всех с праздником. Прошу прощения, что так долго отняли ваше время. И хочу, чтобы вы сейчас вернулись к своим семьям. Мы в силу понятных причин сейчас все находимся в отдалении друг от друга. Но все сегодня поднимем бокал за наше Отечество, за Россию, за ее праздник, за День России. Ну и еще давайте добавим к этому, поднимем бокал за друг дружку. Всех поздравляю с праздником, всем огромное спасибо. Всего самого-самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. Прекрасно. Прекрасно.